Литнет представляет. Кристина Майер. Сдавайся, колючка. Читает Юлия Волжская. Глава первая. Жанна. «Жан, сделай с ними что-нибудь, они опять орут!» — взвыл многодетный родитель. Многодетным он стал пару месяцев назад. Мне хотелось где-то скрыться и хоть немного побыть в тишине. Он просто не понимает, как я устала. Папа заглянул в кухню, где я пыталась выпить чашку кофе, чтобы не уснуть стоя. «Ты же отец, глава большой семьи!» — не без сарказма, естественно. «Поговори с ними серьёзно, пусть уразумеют, что мешают тебе спать и работать!» Я так замучилась за эту ночь, что в глаза впору вставлять спички, чтобы они не слепались. Обжигая нёба и язык, делаю большой глоток кофе. Отец не отстанет. «Жанна, это не смешно! Пожалуйста, успокой их!» Здоровый мужик с младенцем на руках выглядит беспомощно. В это время другой мальчишка орёт в своей кроватке. «Мне нужно изучить документы, прежде чем их подписывать! В таком шуме я сосредоточиться не могу! Займись ими!» — начинает требовать родитель. «Плохо остаться без матери, но ещё хуже, когда твой отец не может никак повзрослеть. Я не могу сказать, что он плохой человек, он просто незрелая личность. Внешне, всё ещё очень интересный и импозантный, он вполне мог конкурировать с молодыми мужчинами. Этакий Олен Делон в самом соку. «Тебе не кажется, что твои претензии не обоснованы?» — делая ещё один глоток, интересуясь у него. «Это ведь не я нагуляла близнецов в свои неполные двадцать, а ты — в свои сорок семь. Я, конечно, мечтала избавиться от мачехи, но не таким кардинальным способом. Умеешь ты всё усложнить. Я — злая, уставшая, невыспавшаяся и голодная. Мне можно всё. Даже язвить собственному отцу, который вновь демонстрирует свою беспомощность. Я надеюсь, что она меня простит и вернётся. У меня в голове нервные импульсы закоротили. Простит. Будто он её с Днём Ангела забыл поздравить. «Не вернётся». Я очень на это надеюсь. Должна ведь быть у неё гордость. Хотя, если деньги закончатся, а нового спонсора она к тому времени не найдёт, — рассуждаю вслух. «Жанна, ты меня оскорбляешь!» — папа включил строгого родителя. «Я констатирую факт. Доказательство твоей безответственности находится у тебя на руках. Мне двадцать, и я в курсе, что нужно пользоваться защитой, чтобы не было никаких последствий. Дети, кстати, не самые страшные из них». «Жанна!» — прикрикнул, но сказать ему в своё оправдание было нечего. «Ты мне предлагаешь отдать их в детдом?» «Я только что говорила тебе о несостоятельности. Ты так ничего и не понял». Подошла и забрала у него орущего младенца. «Я не предлагаю. Я уже требую, чтобы ты научился быть взрослым и ответственным. Конечно, ты сейчас в глазах окружающих крутой чувак. Не бросил детей, которых нагулял в другом городе. Но воспитывать ты их предлагаешь мне. А у меня учёба, своя жизнь и планы на неё, в которых детей не планировалось. Самое ужасное то, что я не могу тебе доверить твоих же сыновей. Вместо того, чтобы искать мнень, научиться готовить смесь, менять памперсы и убаюкивать, ты зовёшь на помощь меня». Выговорила всё на одном дыхании. «Ты же женщина. Вы лучше знаете, как справляться с детьми». «Откуда я должна была об этом узнать? Господи, ты непропиваем. А вы, значит, лучше знаете, как заделывать этих самых малышей непонятно кому?» Я имела право возмущаться. «Всё, на этом ваша мужская миссия выполнена». Связавшись с молодой секретаршей друга, которая на работу устроилась лишь благодаря длине своих ног, он закрутил роман с последствиями. Мать-кукушка написала отказ от детей и упорхнула куда-то. А папа привёз два свёртка домой. До сих пор со смехом вспоминаю лицо мачехи, когда вместо подарков она увидела две люльки-переноски. Это её чуть не убило. По крайней мере, именно так она кричала, когда уходила от нас на следующий день. Почему на следующий? Сначала она взяла время на раздумья, но после первой же бессонной ночи собрала чемодан и со словами «Не могу тебя простить» укатила в закат. «Жанна, я зарабатываю деньги и содержу семью», жёстко произнёс он. Отца начинала злить, что Алекс и Денис кричат. «Если бы не мама, то и этого ты так и не научился бы делать», мысленно ответила. «А я учусь. И пусть сейчас каникулы, это ничего не меняет. Убираю в доме, готовлю еду и смотрю за твоими детьми, гуляю с ними, вместо того, чтобы гулять с подругами, бегаю в магазин за продуктами, стираю в день по сто раз и глажу. Если ты не наймёшь помощницу и няню, я съеду от тебя. Сам справляйся». «Хорошо. До начала учебного года я решу эту проблему». «Этот разговор у нас происходит каждый день. Мои нервы сдают». «У тебя неделя». «Потому что больше я не выдержу. Точно рехнусь». «У меня завтра командировка, я вернусь только». «Значит, у тебя один день», перебила отца. «И презервативы в командировку не забудь купить». Прошла мимо него с Алексом на руках. И захлопнула дверь в детскую. «Так, малышня, замолчали. Старшая сестра хочет с вами поговорить». На мой голос они уже реагировали. Но толку с этого было мало. Стоило одному зареветь, второй своим долгом считал его поддержать. Уложив Алекса рядом с Дэном, я нависла над кроваткой и спросила. «Что кричим? Я вас накормила? Переодела? Вы должны мирно сосать соски и спать хотя бы три часа». Разговаривая с ними, я достала телефон и залезла в интернет. Последние две недели информацию я черпала в нём. Больше посоветоваться было не с кем. Неудивительно, в моём возрасте мало кто заводит детей. Единственная подруга, Маша, сейчас загорает на белом песочке со своим мужем. Опыта материнства у неё меньше, чем у меня. Я тут за две недели поднаторела. Не найдя ничего нового, я перевернула их на животике и принялась гладить по спинкам. На всяких форумах пишут, что это помогает. Интересно, кому? Я уже готова поверить, что у них зубы режутся. Но чего они кричат? Педиатр из поликлиники утверждает, что это газики мешают им. Какими должны быть эти газики, чтобы они так надрывно плакали? Мои братцы продолжали орать. Красные, зарёванные, сердце сжималось от жалости, а сделать ничего не могла. Ненавижу чувствовать себя беспомощной. Так, братва, перерыв, мне подруга звонит. Понятно, что это их не успокоило. Привет, здоровую с Машкой. Какофония плача сопровождает наш разговор. Обоих беру на руки и начинаю трясти, зажав трубку между ухом и плечом. Как ты? Интересуется подруга вместо приветствия. Хоть кому-то до меня есть дело. Ещё на ногах. А отец? Закрылся в кабинете. В уши наверняка засунул затычки. Завтра уезжает в командировку, я так подозреваю, до их совершеннолетия не вернётся. Давай я Азамату позвоню. Попрошу найти хорошую няню. У него ведь первоклассный персонал. В этой сфере он лучше других разбирается. Принялась вновь уговаривать меня подруга. Я была доведена до отчаяния и даже хотела махнуть рукой и согласиться, но, вспомнив самоуверенного красавца, передумала. Не надо, Маш. Отец должен этим заниматься. Понимаю, что от такой помощи отказываться глупо, но пересекаться с Рамуловым мне не хотелось. Азамат не единственный мужчина, который мне не нравится, но он больше всех остальных. Поговорили ещё немного. Машка обещала вернуться и прийти мне на помощь. Братва стала умолкать. С подругой я попрощалась, не теряя надежды, что они уснут. «Жанна, сейчас придёт педиатр». Заглянул в детскую родитель. Хорошо, что додумался не шуметь. «Мне эту клинику Андрей посоветовал. Там очень хорошие специалисты. Наверное, переведу малышей к ним». «Врач сначала осмотрит мальчишек, а после решит, как помочь. Главное, плати, а персонал он найдёт». Выдал отец. «Довольный стоит. Словно олимпиаду по пятиборью выиграл. Ладно, хоть что-то сделал». «Ты запиши вопросы, чтобы ничего не забыла спросить». «Пап, иди работай. Я немного вздремну. Мальчишки только успокоились. Мне сейчас точно не до его наставлений. Мозг спит». «Будет меня» – звонок в дверь. Отец пошёл открывать. До меня доносятся его шаги. Я поправила на себе мятую майку, попыталась запихать в пучок пряди растрёпанных волос. Растереть лицо, чтобы взбодриться. Тётка-врач должна меня понять. С двумя этими чуваками мне не до красоты. Поесть не успеваю порой. Иногда под душем засыпаю. Врача и отца долго нет. Наверное, руки моет, переодевается. Мальчишки куксятся, но пока не проснулись. Вопрос – пара минут. Открывается дверь. Я подскакиваю, застывая возле кроваток малышей. На пороге стоит… Рамулов Азамат. Какого лешего он здесь делает? Нет, нет, этого не может быть. Как в городе-миллионнике отец выбрал именно его клинику? Редактор субтитров А.Семкин